Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. Это второй урок. Мы с вами продолжаем изучать компонент Гритбокс. Итак, в этом уроке мы произведем установку компонента и начнем знакомиться с данным расширением. Итак, у меня на локальном хосте на open-сервере развернут демо-сайт Joomla версии 3.6.0, последняя версия на сегодняшний день и последняя версия Гритбокс 1.2.2. Я буду использовать Pro-версию в уроках, но вы можете использовать бесплатную версию при этом, смотря на мои уроки, потому что там многое что тоже есть. Итак, значит я перехожу как обычное расширение менеджера расширений и просто как обычное расширение устанавливаю это расширение. Установка проходит достаточно быстро. Вы видите, установка у меня завершена. И по поводу сайтостроения внешнего вида, если вы новичок, у меня есть урок по подборе палитры, как это правильно сделать, чтобы выдержать цветовую схему, чтобы был какой-то дизайн. Потому что если вы каждый блок будете делать разноцветный, это не очень хорошо. Нужно использовать не больше четырех цветов. И также эти цвета не должны быть вырвиглазными, не слишком яркие. Поэтому сейчас вы видите перед собой аннотацию, перейдите, здесь есть урок по подборе палитры для вашего сайта. Мы движемся дальше, переходим к компоненты и у нас появилась такая вкладка Гритбокс. Компонент на английском языке, но в принципе он не сложный. За мной будете повторять и у вас все получится. Изначально вы видите вот такую непонятную картину. В правом верхнем углу есть кнопка настройки. Если мы сюда перейдем, то здесь у нас есть только права. Ничего больше здесь нет. Также если About, кликнем на кнопочку, здесь есть информация об этом расширении. То есть сайт разработчика, лицензия, копирайты, техподдержка и версия 1.2.2. Слева мы видим две вкладки, Pages и темы. То есть если мы находимся сейчас на Pages, странице, да, то мы можем здесь создать нашу первую страницу. Если мы кликнем на темы, у нас есть дефолтная тема по умолчанию Гритбокс. То есть по сути это болванка, на которой вы делаете свой дизайн. То есть он будет абсолютно у вас уникальный, отличающийся от всех. Потому что каждый будет делать как-то по-своему. Когда мы перешли на кнопку тема, здесь видно внизу Гритбокс Корр по умолчанию, да, тема эта. Здесь есть такие еще две кнопки справа появились. Settings и Upload Theme. То есть вот Settings. То есть если мы поставим галочку напротив нашей темы и нажмем Settings, то мы в всплывающем окне сможем изменить название. Name это название. И эта тема назначена по умолчанию. Если вы здесь назвали как-то, то есть ввели какое-то изменение, то мы нажимаем на кнопку Apple. Но это по-другому сохранить. Или Close, закрыть. Дальше. Ну есть вот кнопка дублировать, удалить. Это мы не смотрим. И вот есть кнопка Upload Theme. То есть смотрите, это все темы, которые в прошлом уроке я вам показывал на сайте разработчика. Мы можем подгрузить любую из этих тем и просто изменить ее под себя. Любой элемент на этой теме. И кнопка есть еще здесь импорта. Об этом позже поговорим. Возможно, буду делать урок по готовому шаблону. Я не любитель брать какой-то шаблон и его изменять. Имеется в виду, если мы качаем какой-то шаблон, там мы, конечно же, меняем. Но так как здесь есть возможность создавать, так сказать, по пазлам свой внешний вид сайта, то я не пользуюсь шаблонами. Лучше сделать свое, если есть такая возможность. То есть не прибегая к коду. То есть если вы код не знаете, как раз это инструмент для вас. Gridbox. Итак, о темах позже в других уроках, возможно, поговорим. Загружать я пока ничего не буду. Кстати, вот по загрузке вы не сможете их загрузить, если у вас нет Pro-версии. То есть нужен вам аккаунт. Вы их здесь видите, но если мы кликнем по теме, у нас появляется окно. User Name – это логин и пасворд, пароль. Это требуется именно от аккаунта самого разработчика. То есть вы должны зарегистрироваться, оплатить Pro-версию. И только тогда вы сможете ввести логин и пароль, именно который вы использовали при регистрации у разработчика данного расширения. Здесь авторизуйтесь, и тема тут же появится у вас. Я позже это покажу на примере добавления плагинов. Принцип здесь будет такой же. Так, я это закрываю, перехожу в Pages и нажимаю создать. Что происходит? Смотрите, нас перебрасывает на вторую страницу. Если мы посмотрим в адресную строку браузера, мы видим здесь идет вот такой некий адрес. И всплывает окно логина и пароля. Это логин и пароль от админки вашего сайта. Чтобы вы могли прямо на фронтальной части сайта менять все абсолютно. То есть вы можете наглядно видеть и менять. Вот в этом и есть как раз прелесть этого расширения. То есть ничего подобного я вообще не видел. SPPageBuilder рядом не стоял в плане удобства с этим расширением GripBox. Что происходит? Логин и пароль от админки этого сайта. Вводите точно такой же и нажимаете логин. Происходит авторизация и в первом окне идет параметр PageTitle. То есть заголовок для вашей страницы. Я пишу просто демо. И нажимаете Create Page. Сохраняем эту страницу. И вот наша болванка. Это идет логотипы внизу и вот здесь слева этого компонента. Это все убирается. Очень легко меняется. Если Pro версия копирайтов никаких не будет. Дальше я вам советую этот сайт. Вот именно ваш. В отдельной вкладке браузера. Открывать. Отдельно. То есть чтобы вы могли уже смотреть визуально что получается. То есть смотрите. Сейчас мы находимся как бы в админке. Вот адресная строка вы видите. И когда я вожу мышкой на какие-то элементы, которые уже присутствуют. Вы видите, что появляются какие-то инструменты. Карандашик, плюсик. Об этом позже поговорим. Такие пунктирные синие рамки подчеркивающие. Тот или другой контейнер. Будем это так называть. Кнопка Nav Section. То есть добавить новую секцию. И также внизу вот вы видите при наведении. То есть это у нас можно считать админская часть. Здесь мы можем видеть кнопки Save. Галочка сохранить. И кнопки назад, вперед. То есть отменить действие, например. И кнопочки здесь есть настроек. И кнопочка просмотра вашего сайта в мобильной или планшетной версии. Также впоследствии ее редактирования. А здесь же, почему я говорил открыть ваш сайт просто вот как он есть. Без хвоста. Здесь вы видите, я навожу мышь, ничего не меняется. То есть это как будет выглядеть реально ваш сайт. То есть здесь мы меняем что-то. Добавляем какой-то контент. Меняем блоки, картинки, слайдеры. Все делаем. То есть буквально создаем сайт. А здесь просто обновляете страницу потом. И смотрите как это все происходит. Как это все получается. И первое, самое первое, что мы здесь настраиваем. Мы смотрим в правый верхний угол. И вот эта шестереночка. Кликаем по ней. У нас всплывает окно настроек. Кстати, когда вы будете настраивать сайт, окно это всплывает, настроек всегда справа. Если оно будет вам мешать, например, вы можете за шапку этого окна зацепить мышкой и тянуть его. Видите, оно перемещается вот так вот спокойно. То есть вы, если оно что-то загораживает, можете просто убрать и настраивать в другом месте. Итак, здесь есть три опции. Хедер. Настройка шапки. Если мы кликаем на хедер, у нас появляются еще три опции. Лайаут. Если мы заходим наверху, вот здесь мы видим путь. Куда мы зашли? Лайаут. Селект. И позицион. Дефаут. Абсолют. И фиксит. Жмем на кнопку секцию и посмотрим, что это такое. То есть, смотрите, у нас есть несколько видов макетов именно нашей шапки с меню. Вот вы видите сразу, как это здесь выглядит. То есть, кругляшок – это логотип. Вот эти полоски серые – это меню. То есть, вы должны будете определиться сразу, как вы хотите, чтобы выглядела ваша, грубо говоря, шапка вашего сайта. Конечно, вы впоследствии это сможете изменить. Так, я пока это закрываю. И, смотрите, для этой шапки позиция – дефаут, абсолют, абсолютно. И фиксит – это значит зафиксировать. То есть, никаких проблем не будет с фиксацией меню. Если вам нужно, чтобы меню всегда было видно, при прокрутке страницы вниз. В следующем уроке мы как раз-таки уже начнем создавать. А сейчас пока просто я ознакомлю вас с глобальными настройками. Если мы вернемся в хедер, по клику вот по этому названию хедер, здесь есть возможность загрузить favicon. Это картиночка, да, пиктограммка во вкладке браузера напротив названия тайтла вашего сайта. Позже это настроим. И custom code. Здесь можно прописать класс суффикс. И прямо в реальном времени редактировать KSS и JavaScript. Если у вас, конечно, есть знания. То есть, вы просто здесь меняете код и сразу визуально это все будет отображаться. Дальше переходим к теме. Здесь еще есть футер. То есть, это не с сайта мы можем настроить. И также здесь есть три кнопки. Layout. Type. И кнопка Select. Об этом позже поговорим. Это вот как раз выбор контейнеров и сразу разбитие на колонки. И также здесь имеется еще две вкладки. Об этом также позже мы поговорим. Типография. Смотрите. Параграф. И ряд настроек. Также мы их настроим. И настройки заголовков тега H1 до H6. И настройка линков. То есть, общие настройки ко всем заголовкам, которые вы будете использовать на сайте. Links. То есть, цвет ссылок общий. То есть, цвет для всех ссылок на сайте меняется здесь. Color и Hover. То есть, Color это цвет, да? Ссылки меняются здесь очень легко. И Hover это при наведении. Наведение на ссылку, да? Какой цвет менять. И здесь также есть Custom KSS параметры. Вот они все глобальные настройки. О настройках и о дальнейшей работе мы продолжим в следующем уроке. Я не буду затягивать каждый урок, чтобы не перегружать информацией. Поэтому на этом я урок этот заканчиваю. И увидимся с вами в следующем. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, неважно. То сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга. Тестовый период. 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй. Очень важный момент. Возврат денег в течение 45 дней. Если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. 3 года на рынке. Молодой хостинг. Это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены. Мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция. 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok